Приветствую всех вас, дорогие наши друзья, подписчики, коллеги. Я хочу всем вам сообщить о том, что вы все, наверное, знаете, что грядет большой шоу-сезон и всех вас ожидает большое количество различных филинологических мероприятий, в частности, выставок кошек. Например, по системе CFA в ближайший месяц мы ожидаем достаточно серьезные конкуренции на выставках в Болгарии, в Софии, на выставке в Брюсселе, на выставке в Мадриде. По европейским системам у нас есть интересные большие выставки в Ставрополе, которые организовывает Зоомир Юга России Сергей Сидоров. И хочу отдельно сказать еще об одном южном мероприятии, выставка кошек, который состоится в рамках проекта также Зоомир Юга России в городе Краснодар 15-16 марта. И в рамках этого замечательного шоу будет потрясающее совершенно мероприятие, которое называется Кубань Грум. Это грумерское мероприятие, которое включает в себя конкурс грумеров собак, конкурс грумеров кошек. Там будет представлено огромное количество различных производителей, различных интернет-магазинов. Это прекрасная ярмарка зоотоваров и достаточно такое серьезное мероприятие. А сегодня и завтра, в эти даты, буквально в эти моменты в городе Самара проходит великолепнейший совершенно фестиваль груминга, который называется «Волга Грум 2020». В прошлом году я была на том мероприятии, и в этом году я уверена, что это еще более феерично. Точно так же, как и на фестивале Кубань Грум, на «Волга Грум» присутствует большое количество представителей зооиндустрии, груминга индустрии. Это конкурс красоты, это конкурс грумеров, конкурс грумеров собак, конкурс грумеров кошек. То есть все мастера показывают то, на что они способны и в кошках, и в собаках. Это на самом деле всегда щекочет нервы. И я хочу вам рассказать, что буквально несколько дней назад в Москве, в центре, в Арбатхоле, состоялась ежегодная церемония награждения грумеров России. И вот я хочу особо поблагодарить груминг-фест фестиваль и компанию «Мелод» со своей большой-большой командой за столь чудесное мероприятие, которое было совершенно огромной такой красивой феерии. И это была стилизация китайский Новый год, было огромное количество потрясающих костюмов и костюмированных шоу. Это, конечно, достаточно серьезное, креативное и эмоциональное мероприятие. И я была там и получила вот такую тарелку. Это премия за вклад в развитие груминга в Российской Федерации. Для меня это очень большая честь получить данную награду. И я хочу вам еще рассказать немножко про выставки. Я так все это с пафосом рассказываю. У нас есть в Европе камерные выставки для любителей тишины. Например, буквально через неделю в городе, маленьком таком городке Германии, в Саксонии, будем так говорить, в городке под названием Хольцминда, состоится выставка ринги американской системы ТИКа. И вот, если кто-то туда захочет поехать, чтобы не остаться голодными, пожалуйста, поторопитесь. Потому что, как только туда приезжают наши русские парни, в городе не остается стыков и вообще какой-либо съедобной еды. Но, имея котика под рукой, особенно если этот котик хорошенький, вам в любом лобби любого отеля всегда предлогу, уж парочку стопочек, а может быть троечку ягермастера. Проверено на кошечках. Поэтому возьмите себе за большую галочку такую, что это место достойно для посещения. Итак, а самое главное, что апогеем всех вот этих замечательных выставок в надлежащий месяц, конечно же, будет большое мероприятие. Это 10-я юбилейная мультисистемная выставка под названием Кэтсбург. Кэтсбург 2020. Что это такое? Я вам расскажу. Это большой проект, который вмещает в себя 5 разных систем. Как будто 5 разных выставок кошек у вас на одной большой-большой шоу-площадке. Состоится все это мероприятие в большом комплексе Крокус Сити Хоу. Вы все знаете, что это находится на западе Москвы, а непосредственно на МКАДе. Итак, что же там будет? Во-первых, это 5 разных выставок. Во-вторых, мы будем представлять наш питомник на 3 из 5 систем. Я бы хотела больше, но боюсь физически невозможно, клонировать меня саму, мою команду и моих котиков. На этой выставке будет работать ярмарка зооиндустрии. То есть вы сможете купить и ознакомиться с различными товарами, брендами. Это и косметика, и грунерское искусство. Вы сможете получить консультацию заводчиков. А самое главное, вы сможете познакомиться с различными породами кошек. И, возможно, вам удастся приобрести котенка своей мечты. Приглашаю всех вас на Крэцбург. Буду всех лично рада там видеть. Конечно же, буду присутствовать там оба дня со своими питомцами. И сегодня я вам расскажу небольшие интересные такие моменты и поделюсь своим опытом. Как же нам все-таки достичь успеха, особенно на таком большом проекте, как Крэцбург? Я думаю, что для многих из вас это будет актуально. Как из маленького котенка нам сделать шоу-злезду? Как научить котенка выставляться? Как научить не бояться людей? Как научить не бояться звуков? Вот немножко расскажу вам и открою небольшие свои такие секреты, лайфхаки. И познакомлюсь с классической техникой воспитания от обычного котенка, вне зависимости от порода, до звезды выставок. Итак, поехали. Все мы знаем, что когда рождаются котятки у нас, котятки у нас не сразу могут вообще покинуть дом. Все уважающие себя заводчики, безусловно, котят вакцинируют для начала. И эти вакцинации, они комплекс мероприятий. Вот ко мне тут пришел помощник, котя Мотя, дядя Мотя, его имя. Это очень замечательный как раз котик, который имеет шоу-характер. Когда котенок у вас рождается, комплекс ветеринарных мероприятий, как правило, продолжается в возрасте до 3-3,5 лет. Объясню, как и что происходит. Существует совершенно такое, не совсем правильное мнение, то, что когда есть комплекс вакцин, то есть когда мы прививаем котенка, ни в коем случае его нельзя купать, его нельзя чесать, его нельзя никуда там выносить, к нему нельзя заходить. Это не совсем так. Я по порядку буду рассказывать, что мы будем делать, и как правильно нам нужно поступать, как мы будем воспитывать котенка. Но, во-первых, когда у нас кошка рожает котята, первый месяц кошка неотрыдно находится все время с нашими малышами. Котята с молоком мамы получают антитела к различным вирусным заболеваниям. Соответственно, эти антитела, они сохраняются, так называемый клостральный иммунитет, сохраняются в организме котенка до 4-5 недель. К 6 неделе антитела постепенно сходят на нет. То есть, соответственно, в полтора месяца приблизительно иммунитет котенка становится практически стерильным. То есть, у него нет защиты, у него нет вот этой вот оболочки, которая могла бы помогать бороться с вирусом. Вот для этого и придумали иммунизацию. То есть, мы вводим, заводчики, владельцы вводят прививку, вакцину. Что делает вакцина? Первая вакцина, которая вводится котенку в интервале между 6 и 8 недель, в зависимости от количества препаратов, в зависимости от количества и качества поголовья. Маловесный котенок, нормальный вес, либо наоборот, крупный котенок. То есть, от многих факторов, так или иначе, первичная вакцина, она полностью убирает и нейтрализует антитела материнские, которые остались в единичном количестве. Спустя 21-28 дней котенок получает вторичную вакцинацию. Вот в этот период, в эти 3 недели, иммунитет котенка, он также остается стерильным. Это термин такой есть, называется иммунная дыра. В этот период, как бы, вы должны сохранять карантинные меры. И если у вас в дырме есть выставочная какая-то киска, которая ходит по выставкам, вы должны такого котенка, либо пометок и котят, изолировать от выставочных животных. То есть, чтобы не было контакта из дне. Вот в эти 3 недели. Но после введения вторичной вакцины у вас совершенно четко котенок очень быстро дает иммунный ответ и вырабатывает собственные антитела, которые в последующем помогают ему не заболеть. То есть, антитела очень хорошо и сильно достаточно воздействуют. И как же вы, наверное, зададите мне вопрос, почему я рассказываю вам о вакцинах, почему я рассказываю вам вроде бы не о грунерге, которые, наверное, вы от меня ждете. Подождите, не забегайте вперед. Вакцинация котят – это неотъемливая часть шоу-карьеры. Вы вообще не можете никакого котенка вынести из дома и дать этому котенку контактировать с другими животными. Потому что, как любой уважающий себя заводчик, мы должны быть ответственны не только за своих животных. Мы должны думать еще об окружающих нас заводчиков и окружающих нас кошек на выставках, когда мы посещаем вот такие вот мероприятия. Итак, когда у нас, то есть по вакцинам здесь понятно, как это связано, что происходит дальше. Я вернусь назад. Когда котенок начинает кушать, соответственно, он начинает ходить в туалет. Мама-кошка перестает в полной мере следить за своим потомством. То есть, котенку недостаточно глинических мер. Особенно, если это котенок брахицефальной породы, либо это всеми нами любимые шотландцы. То есть, та порода, которой я занимаюсь. Это животные с очень курносыми мордочками, с огромными глазами. Очень часто такие малыши, когда они начинают кушать сами, похожи на маленьких поросят. В буквальном смысле. Потому что у них мордочка совершенно чумазая. Попа бывает чумазая. И вот если мы с вот такого маленького возраста, это 4-5 недель, не будем начинать вводить глинические процедуры грунтинга. То есть, это купание, это умывание, это слишком когтей. У нас с вами в дальнейшем будут возникать сложности с приучением котенка к мытью. Поэтому, моя личная рекомендация. Как только у вас котята научились кушать сами, научились ходить в туалет. Это мой опыт. Безусловно, ваше право прислушиваться к моим советам или нет. Но мой личный опыт. Я начинаю своих котят купать рано, 5-6 недель. И мою, то есть, полноценной помывкой, я мою их еженедельно. Если котенок имеет как раз вот такой типаж, то есть, курносую мордочку и испачкает, часто пачкается мордочка для того, чтобы предотвратить окисление и последующее окрашивание в некрасивый бурый цвет, мордочки и паховые зоны, зоны скакалок, то есть, всем известные наши лапки, то, конечно, мы также применяем различные средства локально, то есть, донарно. Мордочку таким котятом мы умываем, простите, утром и вечером. Иногда бывает достаточно только один раз в день. Но пока котенок не может сам себе умывать ничего, у него окрашивается не только морда, он пытается это делать, у него окрашивается внутренняя поверхность передних лап. Очень часто приходится наблюдать такую картину. Так вот, что вы добиваетесь, когда вы начинаете вводить эти процедуры? Ну, во-первых, сразу скажу то, что маленьким котятам мы применяем, во-первых, средства щадящие, которые предназначены исключительно для маленьких котят, которые не раздражают слизистую оболочку, глаз, например, носа при попадании, то есть, это средство, которое не вызывает слез. На флаконах так и должно быть указано, что без слез, то есть, шампунь без слез. То есть, либо это может быть мягкое мыло, либо это может быть любая пенка, но все эти препараты должны быть предназначены исключительно для котят и могут быть применимы для котят. Не должно быть агрессивных моющих средств, не должно быть ярко и резко пахнущих средств, то есть, не должно быть серьезных препаратов, которые подходят собакам. Большинство препаратов, шампунь в частности, которые подходят собачкам, они, к сожалению, не всегда подходят маленьким котятам и, более того, могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому, пожалуйста, очень внимательно отнеситесь к выбору препаратов, которые будут подходить малышам. Наша задача, прежде всего, дать котенку и уход, то есть, уходовая база процедуры. Это позволит предотвратить последующие загрязнения, это позволит предотвратить обсеменение вторичной бактериальной флорой. Как раз вот если запустить вот такую мордочку, вовремя ее не умывать у больших глаз, кошечки маленькой, то, как правило, собственные бактерии, они начинают вот в этой вот бризючке размножаться, и в итоге мы получаем текущие глаза, которые достаточно проблемно потом лечить. Это серьезно, это все можно избежать, если регулярно ухаживать. Еще один очень важный момент, почему я так часто мою животных. Не забывайте, пожалуйста, о том, что вне зависимости от породы у всех маленьких котят очень высок метаболизм. То есть, одно вещество у них высокий по сравнению со взрослой кошкой или по сравнению с пожилой кошкой. Так вот, шерстка и меняется, и растет быстрее эпидермарная клеточка, то есть эпидермис, да, он тоже растет у нас, и меняется гораздо быстрее, происходит обновление и регенерация. Поэтому, соответственно, процедуры у них должны быть чаще. Что включает в себя процедура купания? Как я уже сказала, то есть это еженедельная стрижка когтей, это ежедневное умывание и уход за мордочкой паховой зоны по мере необходимости. Это купание. Процедура купания крайне проста. Это всего лишь применение одного единственного шампуня, который предназначен для котят. Мы даем привыкнуть котенок к пенящимся ингредиентам, к тактильному ощущению вода, да, то есть температура воды, само по себе влажная влага, как бы не каждый котенок сразу вдруг полюбит эти процедуры. Стрижка когтей также – это такой воспитательный определенный элемент. Более того, шум воды. Дальше мы используем полотенце, фены, расческие. То есть все это в комплексе. Оно позволяет в течение буквально очень короткого времени занимать это, как правило, усредненное значение 2-3, максимум 4 процедуры, для того, чтобы всю последующую сознательную жизнь котенок абсолютно спокойно давался делать любые процедуры с собой. То есть правильно воспитанный котенок, таким вот образом, когда мы даем ему привыкнуть, мы знакомим его с такими факторами извне. Не нужно использовать профессиональный компрессор на маленьких котятах, потому что котенок, простите, просто удрует к стене, прибьет большим потоком воздуха. Поэтому используйте обычный совершенно фен для людей с средним потоком воздуха, но с невысокой температурой. Поэтому ваша задача не просто высушить котенка, а ваша задача познакомить котенка, что вот такой инструмент, он существует. Безусловно, по мере взросления у нас шерстка меняется, и, конечно, у нас меняется порядок процедур. То есть к моменту, когда котенку исполняется приблизительно 3,5-4 месяца, когда заканчиваются карантины по вакцинациям, то есть когда котенок у нас готов к выставкам, мы с вами имеем холст, на котором можно рисовать. То есть это идеально приученный, воспитанный животный, который у вас стоит на столе, который не пытается вас съесть, укусить, отцарапать, которым можно абсолютно спокойно, как в случае с шотландскими кошками, подстригать реснички. Я вам открою секрет, что брахицефалом, это персидские экзотические кошки, а также селкиркрекса, длиношерстные британцы, шотландские длиношерстные кошки, очень часто имеют проблему заворота, загиба ресничек, то есть большие внешние ресницы, внутрь глаза. Это вызывает микротравмы, это вызывает зачастую слезотечения. Так вот, таким животным мы с возраста буквально 4-5 недель еженедельно подстригаем реснички в гигиенических целях. И таким животным очень часто мы подстригаем уголки шерсти близко к внешним углам пасти. Это позволяет содержать зону пасти и зону глаза в чистоте. В последующем вам этот навык очень пригодится. Здесь ничего хитрого нет, и это очень просто все делать. Так вот, к моменту, когда котенок у нас готов к выскоченной карьере, вы все, что угодно можете с ним делать. Вы можете его расчесывать, вы можете применять какие угодно шампуни. Он знает, что такое мыльный ингредиент, пена. Он знает, что такое вода. Он знает, что такое душ. Некоторые кошки боятся тактильного ощущения воды. Взрослые кошки, которые не были привычны до этого. Некоторые кошки боятся шума воды. Кто-то боится поток воздуха. Кто-то боится внешнего вида фена. То есть факторов таких бывает очень-очень много. Так вот, если котенка изначально приучать к этому, вне зависимости от интервала вакцинации, пожалуйста, не бойтесь мыть котят в промежутках, когда у вас есть вот эта иммунная дыра. Вы с котенком находитесь дома. Вы его моете, вы его сушите. И ваш котенок, он, если вы, конечно, на мороз, в минус 20 его не выбросите на улицу, то, конечно, у вас с ним ничего не случится. Это гигиеническая процедура, которая необходима котенку. Потому что он еще не совершенник. Он еще не может себя обслужить и дать себе выглядеть так круто, как его выставочные взрослые собратья. Поэтому не нужно этого бояться. Поверьте, за 25 лет моей работы в моем питомнике у меня никогда не было никаких проблем, когда я использую вот такую технику подготовки ни одного котенка, всего помета, вне зависимости от вакцинации. Более того, я вам скажу, что я приучаю своих котят не только к мытью, к фену. У меня в доме, естественно, работают пылесосы. Мы целенаправленно используем различные пылесосы в комнатах, где живут и воспитываются маленькие котята. Мы используем также, я вам скажу, тоже, возможно, интересную вещь. Мы не держим котят в полной изоляции от людей. У нас бывают гости. Мы также берем этих котят и можем пойти в гости с ними. Мы возим котят в машине. То есть, ваша задача котенка приучать. Если у вас котенок не будет видеть людей, никого, кроме вас, то как он себя поведет на выставке? Особенно в ринговой системе, когда за один шоу, как бы, уикенд, то есть за одну выставку, его может судить и 8, и 10 судей. Это может быть такое количество рингов. А он будет падать в обморок от того, что столько рук его трогают. Поэтому как раз контакт с людьми, с паровыми людьми, это и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины, вот такой частый контакт, он помогает адаптировать психику и воспитывать котенка, его восприятие окружающего мира, собственно, и его готовность к выставкам будет на порядок выше, чем у котят неприученных. Фактор еще один, как бы я уже упомянула о том, что используйте автомобили, не бойтесь в летний период времени использовать прогулочный велосипед с корзинкой, но не нужно котика просто там на поводке держать в корзинке, достаточно взять переноску рюкзака, посадить себе за спину и прокатиться на велосипеде, почему бы нет. С котиком съездить, простите, в магазин, в супермаркет, куда-то, просто покататься. Вот эти все навыки, они у вас должны быть привиты котенку как раз в возрасте до 13-15 недель. Почему? Все, что вы в котенка вливаете, это как ребенок у вас в школу ходит, все, что в школе ему дается, ему на всю последующую жизнь эти знания будут нужны точно так же в котятах. Мы никогда не знаем, когда у нас котятки рождаются, кто будет шоу-класса, кто будет просто домашний любимец, кто будет котом года, а кто будет на печке спать, кто будет мышей ловить в частном доме. Поэтому мы никогда не знаем, какой котенок вырастет звездой. Как бы кто не утверждал, что у нас все котята звезды. Безусловно, все котята для нас звезды, они самые любимые, они самые хорошие, самые красивые. Но давайте будем объективны. Поэтому не ленитесь и уделяйте внимание всему помету до достижения 3,5-4 месяцев. То есть до этого времени все в ваших руках. Ну и напоследок я хочу пожелать всем вам успехов, побед. Раскрывайте сами, раскрывайте возможности ваших котят и побеждайте. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Ну и не забывайте подписываться на мою страничку и на мой канал в YouTube. Надежда Румянцева с вами. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok